Ну что, у тебя есть еще шанс отговорить меня? Ребята, всем привет! Как вы думаете, что у меня в руках? Кусок провода, скажете вы? Но нет, внимательные ребята заметили в названии написано сварочный аппарат на батарейках. И да, действительно, хочу проверить я эту теорию. Хочу попробовать сделать мега-портативный сварочный аппарат с источником автономного своего собственного питания на аккумуляторах. Дело в том, что недавно я создавал вот такие аккумуляторы и в комментариях добрый мастер написал, Игорь, а почему бы не проверить, будет ли от них работать сварка? Честно говоря, я тоже задумался, а почему бы и нет? Акумы у меня есть. Электроды стоят недорого, можно купить. Вот такая штука нам понадобится, она тоже у меня есть. Это от какого-то одного из моих крутых сварочников. Но этой вещью я никогда не пользовался. Ну и есть масса. Массу подарил Алексей. Прислал из Бостона прям. Вот такая крутая вещь, друзья. Я её ещё пока никуда не приладил, потому что мой сварочный столик из нержавейки и она не прилипает. Она магнитная и очень прикольная. Это не просто кусок магнита, хотя может сложиться такое впечатление. Она отключаемая. Вот делаем так и всё. Вообще никак не прилипает. Можно делать всё что угодно и требуется довольно приличное усилие, чтобы её отлепить. Чтобы усложнить задачу и сделать вещь более практичной, я решил вот эти баты не использовать. Понятно, что они практически любой ток могут отдать. Они даже 600 ампер могут отдать. Но я буду использовать батареи немножко поменьше. Это литий-полимерные аккумуляторы. Вот такие вот старенькие они уже у меня. Конкретно этим около трёх лет, а может быть и больше. Вторая пара эти посвежее. И вот на вот этом комплекте мы сегодня будем делать сварочный аппарат. Такое реально закинуть в рюкзак и пойти варить что хочешь. Так что вот как раз таки сейчас мы и проверим, как выдерживают вот такие проводки. Ну тут получается по два провода сейчас используются, ибо две сборки подключил. А вот эти выходы свободные. Кстати их замыкать нельзя, здесь 50 вольт. Ну а здесь как положено сварочные провода. Даже немножко потолще, чем обычно. Ещё они и короткие. Ой-ой-ой, что будет сейчас? Я настолько уверен в мощи своих аккумуляторов, что буду сразу пытаться варить десятку. Вот этот кусок железа. Распилю его естественно и соединю обратно. Это вам не какие-нибудь 5 киловатт или 4, сколько там обычный сварочник. Тут много киловатт. Железка готова. Сделал небольшие фаски, чтобы глубже проваривался металл. Час икс настал, давайте пробовать. Уже давным-давно всё на батарейках. Пора бы и сварочники уже пытаться на батарейках делать. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что всё получится. Никаких проводов нет, друзья. Вот смотрите, рукой провожу. Ничего нигде не подключено. Всё чётко, без обману, а ручонки-то дрожат. Не каждый день такое делаешь. У тебя есть ещё шанс отговорить? Нет, я не буду. Нет? Я наоборот прошу. Погнали! А ну покажи, это дичь страшная. Электрод отгорел. Прожигает насквозь. Что он делает? Мне уже нравится. Приноровился, да. Надо посмелее. Моё почтение. Аж металл шкварчит. В лесу можно дом варить железный. Протекает металл насквозь. Вот так. Попробую отбить шлак. Может там и нет металла совсем. Токарь, конечно, 80 левела. Но я с таким током не могу справиться, друзья. Ток слишком эпичный. Сейчас попробую с обратной стороны получше проварить. Нацеплю резистор. С ним ток поменьше будет и больше контроля, я думаю. Холодно на улице такие испытания проводить. Но для науки надо. Здесь должно получше получиться. Резистор свое дело сделает, я думаю. Немножко окалину сбить, а то масса что-то... О, жестко. Так поинтереснее. Горит дуга. Вот такая роскошь получается, друзья. Такой сваркой можно даже танки варить. Теперь надо поправить эту сторону. Потому что что-то я вошел во вкус и мне понравилось. По-моему, это лучшая сварка на свете. Вот что получается, друзья. Такой интересный шов. Это тот, который мы начинали. Естественно его уже не восстановить, потому что сразу угроблено было большим током. А здесь вот что. Очень неплохо получилось. Да, грубовато. Но ток великоват даже для такой железки. Надо было электроды потолще использовать по всей видимости. Ты мне скажи, ты вообще как от этой сварки? В восторге? Я в шоке. Будем варить дом в лесу, только железный. С двадцатки? Ну десятку легко берет, видишь? Я думаю, стоит уважать эти аккумуляторы за то, что способны на такое. Я, конечно, давно такими сварками не варил. В основном тигом варю. Вот сейчас только что привезли новый баллончик и продолжу им варить. Но опыт мне был интересен. Тиг с собой в поле или в лес не возьмешь. А такую сварку, если надо танк под починить, броню под заварить, ну или хотя бы БТР вот с такой толщины металла, вполне себе возможно. Ушла четвертая часть пачки электродов. Вот они, огрызки. Теперь, когда ты будешь говорить мне, что сварил двоечку металл, я буду спрашивать, какой сваркой. Если это, то я буду понимать, что двоечка это два сантиметра. Реально два сантиметра она легко возьмет. Надо только лишь, конечно, фаску больше сделать. И взять электродик потолще. Сейчас я разрежу лист, чтобы показать вам шов, провар. Ну а дальше уже без всяких выводов будем закругляться. Все никак не налюбуюсь на этот мега шов. Злой. Очень злой шов. Меньше всего мне хочется пилить болгарином столь толстый металл, но наука требует. Итак, вот и результат. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч, друзья! Продолжение следует...